Друзья Екатеринбургского бейджампера Ратмира Нагимьянова вслед за ним пытаются спрыгнуть с телевизионной башни. Они решили покорить городские высоты и специально приехали из Москвы, Питера, Новосибирска, чтобы пройти, а точнее пролететь путем товарища. Сегодня у экстремалов показательные выступления перед телекамерами. Чтобы замысел удался, они отправились на городские окраины. Затаив дыхание, за прыжками наблюдала Юлия Анашкина. Я одеваюсь сейчас на коленники. Это такая специальная защита, если вдруг в венте ударишься, чтобы коленки были целы и голени. Вообще все бейсджамперы обычно очень хорошо защищаются, потому что мы не экстремалы. Слова любителя шагать вниз отовсюду кажутся как минимум странными для непосвященных, тем более перед новым прыжком. Хотя прилететь над окраинами Уралмаши для них все равно, что проехать на лифте. Просто. Но правила одни. Бейсджамперы экипируются по полной. Оценивают риски и выбирают самое безопасное место для прыжка – заброшенную радиовышку. Ну, во-первых, по сложности он самый простой, по крайней мере для нас. Поля, площадки приземления, минимум людей. Ну и природа рядом. Со 100-метровой высоты шагают легко. Драин, два, один. Но радиовышка оказалась не так проста. Внезапный ветер закрутил и потрепал парашюты. Так что приземляться пришлось по-настоящему экстремально. Деревья. Для прыжка нормальная погода, но сложность возросла прилично. Потому что даже с приземлением здесь очень сильный ветер, а здесь его нет. Здесь как такая образуется воздушная яма. И поэтому вот такой своеобразный кульбит на приземлении мы здесь делали, потому что меняются резко условия. Но это как раз не расстроило, а только порадовало спортсменов. Высота – это далеко не главный критерий. Это не указатель крутости. Например, тоже есть разные направления. Есть вот полет в Винг-Сюте. Самые лучшие пилоты Винг-Сюта, они могут летать рядом со скалами, пролетать в какие-то небольшие отверстия в скале. Впрочем, приехали друзья вовсе не ради этого прыжка. Он скорее показательные выступления для журналистов. В Екатеринбург их много лет манила башня смерти. Недостроенная телевышка – один из самых культовых объектов в стране. Мечта без джамперов. Исполнение своей друзья из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска планировали долго. И как раз накануне шагнули вниз. Теперь вдохновленные Екатеринбургом с высоты, говорят, город точно не забудут. Юлия Анашкина, Влад Кулупаев. Новости 41 канала.